Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь с вами мыльная пена с самыми последними новостями о наших любимцах. Сегодня у нас скандалы, как мы и обещали. Начнем с пустяшного скандальчика такого, микроскопического, но забавного. Майте Перроне обиделась на Лауру Сапату. Ну, нашла на кого обидеться вообще. Они вместе снимаются в новелле Лагата. И конфликт заключается в том, что Лаура назвала Майте проклятой кошкой. Лагата Мальбитой. Ну, и называла она ее так не только во время съемок, но и за пределами съемочной площадки. Где встретит, там радостный заорет. Сначала Майте смеялась, принимала это все как бы несерьез. Тем более, что отношения у нее с Лаурой были достаточно хорошие. Она очень рада была, когда узнала, что Лаура будет негодяйкой в этой новелле. Ну, а потом количество в качество перешло, и Майте обиделась. А что же наша Лаура? А Лаура сказала, что ничего особенного не произошло. Просто Майте еще не зрелая, обижается по пустякам. Это же часть роли, она так сказала. Это же часть роли, любовь моя, что такое? Ну, и говорят, что напряжение между актрисами было настолько высоким, что они едва здоровались. Когда журналисты задали вопрос сеньоре Сапади, она сказала, ну, ничего такого и нету. Все замечательно, удивительно. Отношения на съемках просто прелестные. Вот, Майте чудная, Наталья Лартио замечательная, все нравится, все классно. Ну, вот вопрос в чем? Может, это для рекламы просто такой небольшой скандальчик был затеян, потому что, сами знаете, продвижения новеллы без скандала не бывает. Ну, вот, высосали из пальца, так сказать, эту историю и предлагает ее радостно зрителям. Еще один скандал связан с Лаурой Сапатой. Она яростно заступилась за семейные ценности, которые были поруганы во время очередного гей-парада в Мехико. Ну, дело вот в чем. Значит, она возмутилась там одним снимком. В общем, короче говоря, пятая точка у представителей гей-сообщества там была обнажена. Она жутко этим возмутилась, ну, и написала в твиттере. И нарвалась. Толерантность здесь, сами понимаете, не ночевала. Ей угрожали убийством в твиттере. Ей писали такие, в общем, твиты, что, ну, как бы, призадумаешься. Ну, мало того, что говорили, что ее убьют, что труп ее там найдут где-то. Написали еще, что ее собственная мать и ее сестра Талия, и все остальные сестры ее ненавидят. А почему? Потому что она вот такая-секая розетка. Ну, в общем, пришлось подключать киберполицию, которая должна была вот в этом деле помочь. Найти этого идиота, который такие вещи пишет. Ну, сложно здесь что-то говорить, потому что, с одной стороны, Лаура тут еще цветочек. Ну, вот уж с кем она только не скандалила. Ее даже на стеки телевизии одно время подвергли вету, потому что язык длинный чрезвычайно. Скандалы вокруг нее генерируются со скоростью тропического урагана. А с другой стороны, каждый человек имеет право высказать свою точку зрения свободно, не опасаясь за свою жизнь. Так что, извините, хотите к себе толерантного отношения терпите и, так сказать, высказывания людей, которые имеют противоположную точку зрения. А ну, шушуки. Раз терпимость, значит терпимость в обе стороны, простите. Ну, похоже, что Зурия Вега поменяла шило на мыло. Мы знаем, что ее бывший жених Хорхе Посса отличался зренным темпераментом. И Зурия от его публичных выходов натерпелась. Там масса всяких вариантов было. Теперешний жених Альберто Герра, в общем-то, как выясняется, не лучше. Жалуются на него на съемках теленовеллы «Всегда твоя акафулька». Ну, это пустячок тогда. Меняют диалоги, импровизируют как подорванные. Коллеги стоят с изумлением, с ртами открытыми от изумления, поскольку у них сценарий. Они же не знают, что Альберто у нас такой гран-профессионал и импровизирует прямо как дышит. Но съемки, соответственно, останавливаются. Еще есть недовольные люди, папарацци. Мы уже говорили, что Хорхи Полсо у нас на папарацци кидался и жесты неприличные показывал. Ну и здесь такая штучная история. Несколько раз Альберто имел очень неприятные с ними разговоры с этими тружениками желтой прессы. Недоволен он был тем, что его и его будущую жену снимают. В последний раз он орал на фотографа и даже пытался спустить на него собаку. А собака там очень серьезная и бойцовская порода, между прочим. Такая в конечной сцепице бесконечности останешься. Ну что тут можно сказать, товарищ? Вы типа знаменитость. Это ваш профессиональный риск. Вас интеллигентно снимают с приличного расстояния. В тарелку в рот не лезут. Чего ты карать-то? Непонятно, да? Гризельда Сицилиани еще раз высказалась о работе с Факунда Арана. Ну что она сказала? Ну тема эта же вотрепещущая, потому что сериал Форсантес, он как бы закончился достаточно так странновато. Но дело того, в чем. Обычно как бы все вот эти вот закулисные вещи, они остаются за кадром. То есть они на публику не вытаскиваются. Актеры предпочитают аргентинские. Более-менее как бы все это хранить закрыто. То есть публика должна наслаждаться зрелищем, а тем, что там за кулисами делается, это как бы их не должно волновать. Но вот тут немножко по-другому получилось. Ну она очень хвалила Факунду как актера. Она говорила, что он совершенно замечательный партнер, что работать с ним сплошное удовольствие. Но работать с ним она больше не хочет. По причине того, что у них очень разный подход творческий. Они совершенно разные. Ну и кроме того, история с устранением персонажа Бенхамина Викуньи очень отразилась на их отношениях. Дело в том, что когда убрали героя Бенхамина, то был большой очень скандал. Сам Викуньи был страшно недоволен. Даже обменялся достаточно неприятными репликами с сценаристом новеллы. Ну вот, и Факунду решил его тоже как бы поддержать. Ну так вот. Но выясняется, что Факунду как бы был согласен с продюсерами, что этого героя нужно убирать. А потом неожиданно совершенно, в качестве сюрприза, сказал, что изновало уходи. Что ему некомфортно там работать, он не может находиться на площадке, когда там нет дружбы. Но это версия Гризельды. Если учесть, что она жена Адриана Суара, продюсера Фарсантес, то в общем понятно, что она не особенно-то и объективна. Сам Факунду на эту тему молчит и правильно делает. А вот незачем, в общем, это носу зрителей вытаскивать их работа сериал смотреть, а не обсуждать сплетни около сериальной. Совершенно безобразный скандал устроили Сесилия Голианова и Себастьяна Рулия. Я не буду вдаваться там в подробности, потому что подробности грязные, совершенно похабные. Ну, в общем, смысл в том, что Сесилия после того, как проиграла суд по поводу подаренной машинки, поведала прессе, что у нее был рак, а Сеп, муж ее, даже этого и не заметил. Себастьян, в свою очередь, сказал, что бывшая врет. Вот, ничего там не было. Тогда бывшая собралась силами и выкатила доказательства документальные. Но ведь, понимаете, дело-то даже не в том, что публика не должна этого всего знать. Их интимная жизнь – это их интимная жизнь. Что там у кого было, какие болячки – это совершенно вообще нас не касается. Оба хороши на самом деле. Разбирайтесь уже между собой. Кто у кого машинку спер, кто какие бумаги подделал, кто чем болел, кто кому роган оставил. Это нас как бы не касается. Ну да, забавно там какие-то вещи знать, но не до такой же степени. То есть это напоминает уже, знаете, когда супруги, прожившие 30 лет в браке, начинают выкатывать такие подробности, что хочется, в принципе, обоих пришибить. Уж могли бы вообще и помолчать оба-два. Ну и последний скандал на сегодня – зато какой. Форхес Алинос дал оценку своим коллегам по телевизору. Когда его спросили о съемках в промо-ролике новогоднем с другими галанами телевизора, Форхес сказал, что очень жаль, что не было Хами Камила и Фернандо Колунги, который очень большая звезда и должен был быть там. А вот другие, которые там быть не должны, они там бы как бы и светились. Ну вот, например, Даниэль Аренс. Да и вообще он там их почти никого и не знает. Ну, кроме Эдуарда Яниса, само собой. Кто ж Эдуарда не знает. А там были и Крис Делфуэнт, и Хосе Рон, и Эрик Эллис. Кто такие? Понятия не имеет, товарищ Алинос. Ладно. А его спросили, а что, а Леви тоже не знают? Он говорит, не, ну Леви я знаю, знаю. Ну ему, сеньору, таланта не хватает. Поучиться бы ему, да. Хотя людям он нравится, да. Но таланта ему не хватает. Ой, что тут началось. Телевизорские источники сразу начали вспоминать все истории, которые с Хорхи были связаны. Значит, там одна очень осведомленная дама сказала, что он даже о своей тени плохо говорит, что язык у него настолько злобный, что, в общем, а-а-а. Ну, смысл такой, что доброго слова он ни о ком никогда не говорил. И что, оказывается, из-за своего языка он лишился роли в «Дикой кошке». Значит, пытался снять с роли Ариэля Лопеса-Падилю. Сказал, что плохой актер вообще. Ну и в результате роль получил Марио Симарро. А вот Лопита Мартинес, очень известная журналистка, наоборот, его защищал и сказал, а что он сказал такого неправдивого, да. Он вообще никогда не врет. Ну да, злобный язык. Так, а что делать? Правда, она делала такое. А что? А что вы хотите сказать, что Леви действительно талантливый, что ли? Ну, посмотрим. Посмотрим, чем все дело кончится. Ждем, чего скажет, так сказать, другой герой. Что скажет у Ильи Леви, когда вернется на телевизор. Вот. Ну, что можно сказать? Такие скандалы, вот это само то. Потому что, все-таки, так сказать, здесь речь идет о профессиональных каких-то качествах, что нас, собственно, интересует. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.